Первый, третий отрывок, говорит Рабаш, главное — это молитва. То есть человек должен молиться Творцу, чтобы он помог ему идти выше Знания. То есть работа должна быть в радости, как будто бы он уже удостоился Знания Святости. И в какой радости тогда была бы его работа в такой мере, он должен просить Творца, чтобы он дал ему эту силу, чтобы он смог идти выше Знания тела. Другими словами, несмотря на то, что тело не согласно на эту работу ради отдачи, все же он просит Творца, чтобы у него была возможность работать в радости, как это подобает тому, кто служит великому царю. И он не просит Творца, чтобы он показал ему свое величие, и тогда он будет работать в радости. А он хочет, чтобы Творец дал ему радость в работе выше Знания, чтобы человеку это было важно, как будто бы у него уже есть Знания. Африка. Африка. Доброе утро, Раб. Доброе утро, мировое Кли. Вопрос от товарища. Мы говорим, что нет света без Кли. И каждый день мы просим отдачи, то есть света. И мы не можем почувствовать, что это. Может быть, вместо этого мы должны просить Хиссарон к отдаче, то есть Кли вместо. Хиссарон к отдаче — это хорошо. Да? Попроси. Но если у тебя нет Хиссарона, нет потребностей в Хиссароне к отдаче, ты должен всё-таки вначале постараться найти это среди товарищей. Во всёмировом Кли нашем. И тогда, когда ты впечатляешься ими, насколько ты их ценишь, в соответствии с этим ты можешь продвигаться к правильному Хиссарону и даже попросить у Творца, чтобы он тебе дал его. Италия 1. Если я чувствую ноль до такой степени, что я не могу просить, что мне надо делать. Ты войди среди товарищей и представь себе, что ты как младенец на руках матери, который не нуждается ни в чём, только быть на её руках. Так и ты. Отмени себя перед товарищами полностью как ноль. И тогда ты увидишь, что ты можешь впитать всё, что есть у них. И ты будешь умнее, чем они. И также силы получишь больше, чем у них. Главное — это отменить себя. И ты увидишь, насколько это непросто, это тяжело. Но тогда у тебя будет место для молитвы. Спасибо.